Российских автолюбителей ждет новая система контроля. Чтобы получить права, нужно будет сдать определенные анализы. Новшество вводится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения. О других инициативах – обзорный материал программы. Новая процедура для автолюбителей. Чтобы получить долгожданные права, нужно будет сдать анализы, в том числе и мочи. Авторы инициативы надеются, что это позволит выявить заболевания, при которых запрещено управлять транспортным средством. На сегодняшний день достаточно получить заключение у семи врачей. Новшество предполагают исключить из этого списка хирурга, лора и невролога. А добавят проверку врача-нарколога, чтобы определить наличие психоактивных веществ в моче. Ну а выбрать автомобиль станет сложнее. Автопроизводители откладывают запуск новых моделей в России, при этом сокращая модельные линейки. Планируют прекратить продажи наименее популярных модификаций. По предварительным подсчетам, с рынка уже ушли почти два десятка моделей. А старт продаж новых автомобилей постоянно переносится из-за валютных колебаний. Бензин подорожает на 10%, а может быть и больше. Такой прогноз дает эксперты. При этом цены на нефть упали ниже 50 долларов за баррель. Но топливо при этом не дешевеет. Специалисты поясняют, что стоимость бензина лишь на 40% определяется ценой нефти. Влияет на нее также курс рубля и процессы, которые происходили в стране для стабилизации ситуации. Поэтому до конца года стоимость бензина увеличится. Очередной скачок цен прогнозируют и производители хлеба. Увеличение стоимости начнется в середине февраля. По России рост может составить от 5 до 13%, а в северных регионах и до 20%. При этом в начале года цены уже выросли в среднем на 10-15%. Продолжение следует...